Привет, девчонюнечки! С вами Большой Сексуальный Папа. Девчульки, сейчас я немножко поговорю о моей жизни. Вы знаете, всю мою жизнь меня окружают уроды. Они постоянно завидуют мне, они постоянно показывают на меня пальцами и говорят, какой ты сексуальный. Посмотрите на меня. Оператор, оператор, не возбуждайся. Но знаете, меня бесит уроды, которые берут на себя то, чего они не заслуживают. Меня очень бесит та шумиха, которая поднялась в социальных сетях. Почему-то вот эти девчонки, которые похожи на прости господи, которым вместо на Ярославке торговать своим дешевым брюшским телом, или вот эти мальчуганы, которые больше похожи на пиндосов. Боря и Моисеев, скорее всего, их является девчонкой. Вот эти уроды почему-то обсуждают, что я проиграл этому куску вонючего, несексуального говна, локомотиву. Ребята, давайте напомним, что в этом матче должен был участвовать хаос. Звезда хардкор-матч. А кто вышел вместо него? Вышла вот эта сопля на палочке, которого место, по-моему, я его в химках видел, он там шурму крутил. Так ему дай возможность, он сейчас и на ринг вытащит свой аппарат и будет продавать шурму. Кстати, может, кому-то уже из вас и продавал после шоу, я не удивлюсь. А, ну ладно, он. А вторым вышел, это вообще плевок в меня был, вышел вот этот неудачник, вот этот антисекс федерации. Мне кажется, по итогам года ему дадут как раз номинацию, он выиграет номинацию главный антисекс в НФР, этот неудачник локомотив. Да ё-моё, я, во-первых, к ним не готовился, а во-вторых, для меня это унижение выступать на одном ринге с этими неудачниками. И поэтому прошу вспомнить, вспомнить, что я сам взял и ушёл с этого чёртого ринга. И никому я не проигрывал. Окей, запомнили, девчонки? Так давайте дальше. Сейчас, вы, наверное, уже все знаете по курсу школы популярную сказку «Голый король». Откуда она пошла? У нас на Руси издревле любили сексуальных королей. И мне кажется, в НФР королём кардкора должен быть самый сексуальный рейстлер на планете. То есть я большой сексуальный папочка. И локомотив носит эту корону. «Незаслуженно, она моя». И знаете, что я подумал? Прямо сейчас. Локомотив. Я вот подумал, если ты считаешь, что ты король харкора, «Незаслуженно, я хочу вызвать тебя на матч». Да что на матч? Ты же будешь еще тянуть год, два, три, будешь бегать снова. Я хочу тебя вызвать на матч прямо сейчас, на ближайшее шоу, 27 сентября. И знаешь, вот эти вот слезливые твои истории для малолеточек, как ты показывал, как свой плечико зашивал, бедненький. Я думаю, представляю, как эти малолеткие бручшие сидели и плакали, смотря на тебя. Утипуси, а? Да, локомотив, мне посрать на твою рану. Я ее вскрою, засыплю туда кнопок, закрою, и буду пинать, пинать, пинать. Понял меня? И знаешь что? 27 сентября будет самый жестокий матч за всю историю НФ. И мне посрать, что в зале будут дети, дети посидеют. Мне посрать, что будут беременные, беременные родят. И мне посрать, что будут старики в зале. Они помрут. Да и хрен с ними. Меньше будет уродов на этой земле. 27 сентября я жду твою вонючую, десексуальную задницу на рейтге.